Доброе утро! Прошите, я представлю, я Середняк Николаев, директор предприятия «Алторапид», 10 маршрутов, по количеству маршрутов самое крупное предприятие, Юрий Топалов, муниципальный советник, тоже работает с частным транспортом. Вот так, работал, хорошо знакомый. И водитель 129 маршрута, водитель 166 маршрута, они сами за себя скажут. Еще подойдет один, он уже близко, еще подойдет один директор, вы его знаете, часто он дает интервью, Вячеслав Геин. Цель нашего сегодняшней пресс-конференции попытаться решить проблему с тарифами цивилизованно, не допустив, чтобы маршруты в четвертый раз забастовали. Вы знаете, было три уже забастовки, чтобы не пострадали пассажиры, и чтобы вопрос с тарифами был решен в соответствии с тем, сколько стоит действительно проезд на самом деле. Мы это вам хотим показать. Если вы ездите на маршрутках и слушаете, сейчас сложилась очень напряженная, взрывоопасная, скажем так, обстановка. Водители 16 марта пытались сделать забастовку, корреспонденты спрашивали. Мы, администраторы, не разрешили им сделать этот шаг, но мы бесконечно долго не сможем сдерживать людей, потому что они возмущены, и у них есть основания на возмущение. Хочу вам сказать, что когда-то, в советские времена, о забастовках и не мечтали, и то водители автобусного парка, когда было 28.11, сейчас АП-2, три дня бастовали, потому что людей довели. Мы, например, директора, когда я приезжаю на маршрут, и меня окружает водитель, они мне задают вопрос, на который у меня ответа нет. Они мне задают, почему с 2006 года, а в 2006 году произошло изменение тарифа на маршрутное такси с 2 на 3 лет. Почему все за эти 8 лет подорожало, топливо подорожало в 2 раза, запасные части тоже подорожали, коммунальные услуги подорожали, мы молоко своим детям водители покупали по 4,50, а сейчас мы покупаем все в 2 раза дороже, почему на все цены поднялись, а вот тариф на микроавтобусы, это что-то неприкасаемое, почему-то его не поднимают. Я не знаю ответа. Потом они спрашивают, почему автобусы, работающие тоже по 3 лет, а загородные по 3,50 и по 4, как и мы, получают дотации, компенсации. А мы? Мы в той же сфере работаем, только у нас вид собственности другой, но ведь перед законом все виды собственности равны. Почему же нам вместо дотаций мы должны обладать таксу-локалы, нам налоги, и мы не знаем, что им ответить. Мы также и знаем, почему муниципальные советники, когда утверждают тариф, и может быть не все знают из них, просто автоматически, но ведь они утверждают компенсацию автобусному парку 60 миллионов лей, автоматически голосуют за 9 лей провоза одного человека. Почему можно по 9 лей автобусам, а маршруткам по 5 нельзя, ну хотя бы по 4. И на этот вопрос мы не знаем ответа. Дальше. Если вот четвертый вопрос такой, на который мы ответ знаем. Если на улице спросить прохожего, А вы согласны доплатить за каждого пассажира в автобусе еще 6 лей из вашего кармана? Из кармана налогоплательщика. Это деньги могли пойти на зарплату учителям и так далее. А вы их доплачиваете за это. Он платит 3 лея, а его везут за 9 лей. Вы согласны платить за этого пассажира еще 6 лей, доплатить, если вы даже не едете в автобусе? Ну, ответ мы знаем. Конечно, никто не скажет, что я согласен платить. Но люди просто не знают этого. Если бы... И вот нам пассажирам на улицах, корреспонденты часто спрашивают, что вы хотите, чтобы стоимость проезда на маршрутке увеличилась? Нет. У нас зарплаты маленькие. Понятно, что маленькие. И мне вот и неудобно говорить обо том, что надо повышать тарифы. Но ведь маршрутчики не виноваты, что зарплаты маленькие. Маршрутчики не виноваты, что повышается стоимость топлива. Ну, давайте нам топливо по 9,60, как было, когда установили 3 лея в 2006 году. Запасные части по таким же ценам. Ну, еще и другое там. И мы не будем поднимать вопрос о тарифах. И, кстати, неправильная фраза, что маршрутчики хотят увеличить тариф. Вот они хотят нахально залезть в карман пассажиру бедному и вытащить себе сверхприбыль. Нет. Маршрутчики, если корректно говорить, просят привести размер тарифа в соответствии с изменившейся стоимостью топлива. Только привести в соответствие, а не повышать. Ну, и мы, конечно, были рады, очень были бы рады, если бы у нас были зарплаты, например, как у Лондона, мы были не так давно. Там 2,5 фунта средний проезд, а это 50 лей. А зарплата у пассажиров 2 тысячи фунтов, 3 тысячи, 40, 60 тысяч лей. У нас сейчас такая ситуация. Вы запишите, 161 маршрут уже обанкротился, закрылся. 185 маршрут уже обанкротился, закрылся. Многие маршруты на грани закрытия. Те маршруты, которые по центру, у них пассажиропотоки стабильные. И кроме того, идет пересадка в центре. И обе коричневые, скажем, ну, такой пример, 160 маршрут, грузится на Дельляну, на Баюканах, где 12-этажные дома. Он сразу загружается. Идет через центр, у него пассажир выходит на детский мир один, другой на уник, подсаживается еще пассажиром. Доехал на Ботанику, и там тоже на этажные дома. И он в обратном порядке снова загруженный, стабильный, пассажиропоток. Но ведь большинство всех маршрутов 65, большинство маршрутов у нас в отдаленные валки, в закоулки. Вот такие вот эти вот закрывались уже. Другие на грани закрытия. У нас не хватает водителей. Об этом и мои коллеги скажут. И что же нам делать? Вот вы скажете, есть такое мнение, да не нужны нам маршруточки. Мы будем вообще-то ездить на автобусах. Ну, тогда у меня вопрос, а на каких автобусах? На старых, на таких, как сегодня, по 9 лет? Нет. Мы купим новые, купим маршрутки. На автобусы перейдет больше пассажиров, и себестоимость одного пассажира будет меньше. Кто читал профсоюзную газету года два назад, там уже было сказано, что себестоимость примерно будет по 7 лет. И я вам, вот, как со всей моим опытом ответственностью заявляю, что никогда государственные предприятия не будут выигрывать по сравнению с частным транспортом. Вот почему. Во-первых, частник ездит на своей машине и бережет, если сломалось, на другой день отремонтировал. Вот. А на автобусе водитель ездит на чужой еще такие машины. Частник никогда не будет на Икарусе с прицепом на 180 мест возить 5-8 человек. Участник поставит тогда другую, маленькую машину. Участника у нас накладные расходы от 1 до 5%. У нас нет лишних людей, у нас нет огромной материальной базы, которую надо содержать в бедном автобусном парке. У них не потому, что у них плохое руководство там, а потому, что вот эти все старые автобусы ломаются. Эту огромную материально-техническую базу надо содержать. Штат работников надо содержать, а участников этого нет. И мы, вы зададите вопрос, почему же вы работаете, если вам так плохо и не выгодно. Ну, мои коллеги ответят, если машина купленная, и поставить ее под забор, вот дождь идет, она там просто сгниет. И ты эти 25 тысяч евро просто потеряешь. Поэтому работаю по три лея, в надежде, что все-таки повысится и будет лучше. Ну, и что я хотел в заключение сказать, что есть такое понятие в других странах, допустим, как единый налог. И мы, когда вот внедряли, я начинал, это частные перевозки, вот сначала, значит, первый. И мы взяли тогда опыт на армянской, сапожник работал, и подбивал каблучки, их там, пришивал. И ему сказали, вот смотри, ты за последние годы каждый месяц сдаешь 17,50. Но на каждый каблучок ты выписываешь квитанции. Это был приказ номер два Министерства БТВ в 1978 году. Давай мы сделаем так. Ты не будешь писать квитанции, но ты будешь давать не 17,50, а 18,50. Ты согласен? Согласен. Каблучков стал ремонтировать больше, бюджету стало больше. И ему, например, по такому принципу, по единому новому, работают есть и на обраине предприятия, и в других странах. И мы, вот когда организовали свое такси в 1989 году, мы уже 25 лет работаем, по такому принципу пошли, что невозможно учесть, допустим, вот как я начинал в таксопарке работать еще в 1973 году, и там было государственное предприятие, на каждой машине был счетчик, через КТП выезжали, записывали, и все равно таксисты как-то находили способы. Поэтому, вот если так установить, и плюс мы выживаем еще потому, что набиваем. Вот мы бы совсем не могли бы работать, если бы не возили машины битком. Ну, и если у кого есть сомнения, как бы водители предлагают, говорят, ну пусть любой, кто считает, что тариф повышать не надо, я не хочу платить там 4 или 5, возьмите, пожалуйста, есть места на автобусах, мы предлагаем пассажирам, покупайте машину, если нет денег, берите кредит, как наши водители взяли кредит, залог квартиры, купили машину и работаем. И работайте сегодня, по триле и возите только сидя. И вы поймете, что это нереально, никто не сможет так работать. А если еще пресса возьмет на контроль, и через недельку будет ему спрашивать, как тебе работается, тогда совсем все станет ясно, что невозможно, только по триле и только сидя, потому что мы могли бы, машиночки согласны возить, только сидя, но тогда в час пик понадобится примерно в 2 раза больше машин. А где они поместятся на наших улицах, когда у нас и так пробки, и так муравейные. Не получается только сидя, а прямо раньше просил нас, требовались нас жестко, 3 дня, возить только сидя. И я такое требование довел до своих маршрутов. Едет, допустим, 157 маршрут по Мунчешской, стоит толпа народа на промежуточной остановке, а он не имеет права брать, потому что ему можно только сидя. Что делают пассажиры? Берутся за руки, перегораживают маршрутки дорогу, оскорбляют, стучат кулаками по маршрутке и требуют и на связи. И что делать? Да, говорят, есть, люди видели, действительно, в России, там только сидя. Вот маршрутка, там газель, она имеет низкие потолки, сидели навстречу друг друга и стоит возле базара, возле метро и ждет, пока все 11 мест не займут. У нее нет 3 минуты или 2 минуты, или 5 минут, как у нас, или как у автобуса. Сели все, поехали. На промежуточной остановке поднимают руки, мест нет, и никто не пожалуется. Там маршрутка играет роль вспомогательного транспорта. Всех пассажиров обязаны вывезти автобус, есть троллейбус, есть метро. У нас же на 65 маршрутов возложены те же обязанности, что и на автобусы, и на троллейбусы. Маршрутки обязаны вывезти всех, пусть попробуют не вывезти, и жалуют. И как же нам тогда только сидя? Вот тоже ответа нет, понимаете. Ну и многие такие вопросы. Вот я надеюсь, что мы с помощью вашей, с помощью прессы, донесем настоящую правду, тарифах, как оно на самом деле происходит. И плюс, мы издали недавно книгу, я к ней вернусь, сейчас хочу передать слово моим коллегам. И мы, с помощью вашей, с помощью этой книги, мы постараемся немножко изменить мнение населения и пассажиров о том, что происходит на транспорте, и конкретно с маршрутками. Я пока вас благодарю. И что вы говорите? Да, я у вас. Элимба Румына. Да, да. Элимба Румына. Этот момент, допустим в 2006, допустим, не был boarding, не был д sådan, что после says few bucks, рекомендаю Берега ... Разные We Quand весы были выйдут 2 л Final Fräl остался по рамках мое куртин, а если правое начало с 0.53 New filtered. Продолжение следует... 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 трамваи по метро по темному это стопы и мы тянем по капиталу европейную и по транспорт антиква я сомневаюсь с коллеги я хочу сказать я сомневаюсь в 2011 и обе акулона в урале а футболист в консилии в муниципал аща у меня проект для умерения тарифы не можете это, дарима в 3-тепорт не может не представить никакого иначе гаин у него урма 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 сау цели и ора и . Но я хочу сказать, что сегодня мы не имеем проекта, чтобы сделать, чтобы он неизвестно, в консилии в Муниципал. Они не имеют спицы, но для того, чтобы мы анализироваться на следующий, мы не имеем. Мы имеем проекта, который мы неизвестно. Я не знаю, что это будет, как это будет, поэтому я не знаю, ни ухотворот, и дуне дуне дуне, которые были причина, но были причины, которые не были бы, не были бы, не были бы, а... Важно, мы мы не делали, потому что я не делаю в группу, но мы смотрим на все эти calculы, которые были представлены, и, конечно, что абсолютно все были скрытые и не были задаваны, если вы хотите Продолжение следует... 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 И вторая статья. Это действительно так и есть. И когда мы с директором автобусного парка говорили, то действительно так на самом деле есть. Вы как пассажир или другой человек, пассажир, платит три лея. Шесть лея доплачивается из муниципального бюджета. Это 60 миллионов плановых и в течение года добавка до 88. И это выходит вот это по 9 лет. Бюджет откуда берется? С налогом. Налоги откуда берутся? Из нашего с вами кармана налогоплательщика. Поэтому вопрос я сказал так. Если вы на улице останавливаете налогоплательщика, то есть вас говорят, вы согласны, чтобы ваши налоги, которые вы платите, шли на доплату вот этому человеку, который едет в автобус? А может быть, пусть работают маршрутки и не надо будет и доплачивать, и они еще и налоги внесут в бюджет? Ну, вопросы такие возникают. Пожалуйста. Продолжение следует... 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 и легенды в игру, это код фискал, это артикул 254, где мы были с теми, что мы были с теми, которые были с теми, что мы были с теми, что у нас, не знаю где-то, импуши от нас, и мы, не имеем возможности, что мы с теми, кто-то из-за того, потому что 3 лей, мы будем делать, потому что мы транспортируем калатарии, чтобы начать на сервисище, чтобы мы приглашаем на сервисище, Он, формально, присутствует к церкви, который будет иметь, который будет иметь, который будет иметь документы, который будет иметь, но, опять же, он будет иметь. Мы искажем билеты в порядке и привязанной статистике, мы имеем документы, и поэтому он не дает билет. Он не поменит, но не поменит 50.000. Это коррект? Нет. Мы пытаемся, мы пытаемся показать это. И мы были понимать, что артикул 214 был выполнен, и он сейчас поменит, и он сейчас поменит, и он поменит это. Но, кто это говорит? Он приходит к нам, который не отвечает, если вы хотите, если вы хотите, 10 шоферы, мы поздим. Мы ответим, мы ответим, и мы решим, что мы решим. Я вы понимаете, очень хорошо, что вы видите, шоферы, и еще, иначе, 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 это было, иначе, это было разрушено, и в прошлом году, и, если мы омлит, его были совершены в порядке, 48 или 50, или заходи, и очень сильно. А это было, на самом деле, аэто целый, что у нас было в районе, что-то было, это было 0,5%, или чуть-очень, но это было. Вы можете, когда вы входите в руте, вы можете гарантии. Что вы можете приезжать? Да, да! Да, да! Рута оферта. Почему? Вы можете, как вы хотите, я вам было в отношениях. Нет, нет, на всю жизнь. Билеты были офисаны. Когда вы входите, нужно вывести в обязательное билет, чтобы с вами ездить в шпикалатор, так и есть какой билет. Шатунчевус феймай нормал. ЕЛЛД, билетели Нуркемнувши Рутьеры, так ну и пары билетов. Не, не разрешите, дом Нурбрега, ну, я понимаю ваши эмоции. Я вас департам не вас. Хочу вам по страховке потом ответить. Сейчас скажу, вот вы наставите на билетах. Автобусный парк работает по билетам. Кондуктор строго к каждому выдает. Каждый день выручка сдается в кассу. И какой эффект, какой результат? По 9 лей перевозим одного человека. И вы сейчас пытаетесь вот на этом всем... А мы даем 16 миллионов только в месяц. И всего, думаю, я говорю, около 40 миллионов даем, учитывая социальное страхование и остальные все 20 видов налогов и платежей. Вы их книжечки, каждое название увидите. Я хочу по страховке. Значит, чтобы не было ни у кого сомнения, год назад нас, предприятия, заставили страховать микроавтобусы через предприятие. И мы оплачем, примерно, в два раза больше теперь страховые суммы, чем было до того. Но в этих страховках сидит и как сидят и компенсации за причинение здоровья пассажиру, который находился в микроавтобусе. Я не знаю, какой у вас конкретный случай. Давайте подойдите ко мне, мы посмотрим, что там было конкретно и возможности какие-то укусили. Посмотрим, если нет, разъясним почему. Хорошо, на данный момент на какой стадии переговоров вы находитесь в премарии? И я не знаю, будут еще какие-то митинги, не будут? Что вам пообещали? Какие? Сейчас я вам отвечу на это короче, если можно. Да, без вопроса. Дома Топалова спустя сприча, как требуется при презентации в проекте дечизии. Проект дечизии дома Топалова требуется при презентации чины. Дирекция транспорта. Что это корректно? Да ну мной. У нас поединили к ним. Здесь мы, чтобы articles... Да. Да, не дам. Дам, не дам, дам. Дам, 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 дам. Да, дам, дам, дам. Да, да? Провиняя и дирекция транспорта. Я не задаю, дам Брега, дам, что-то Иван, притягу, я не дам, чтобы, дам, что-то 5, не 10, И, да, 7, леи, за видимо, дам, 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 да, что-то, что-то, Дом Брега, я хочу сказать, что вы знаете, как у вас был транспортный рутейер в Чеченел. У нас не было нижней банилии в 1995 или в 1923-1992... Вы знаете, что вы сказали, что вы сказали. Потому что он был так, как у нас было необходимо, машины, и примария не использовала, или автобусы были веки, и не могли бы сделать фруксовый пасажер. Существуют микробузы, которые начнутся работать пыль в зеу сегодня. Примария, сегодня, у нас есть другие визии, но, когда нет нижней банилии существа, она не может получить автобузы и пролегузы. Но и мы, все-таки, мы должны знать, что, что в Чеченелу, что у нас есть микро-районе, они не могут быть по-другому, строители не позволят... И не означает, что требует быть рутейер, как вы говорите, но с тарифом на 3 лей, я хочу сказать, что у нас нет нижней банилии. Мы, что делаем в Примарии, иначе на следующей серии, мы увидим орденея, что мы сейчас в 1924, мы примем тихитаре электронное. И мы примем тихитаре электронное. И мы примем тихитаре на то, что в мире транспорт, в публике, в Муниципе. И оттуда будет являться что вы хотите, что вы хотите, что вы хотите, что вы хотите. Эвития будет являться, что не будет обладать деньги на машине, а будет в другую сторону. Но я скажу, что мы требуем... Я думаю, когда мы имеем, что в фае, что мы получили, что мы получили, что мы получили кредит для прокурора, что мы должны помнить в тролейбузе и в автобусе эти апараты для тихитаре электронное. Внутри один или два не можно делать это. Это не механизм, а я думаю, что в два года будут иметь все в межракции, в транспортный публик в Муниципе. Я говорю, что в частности, которые будут бывать и автобусы, которые являются в межракции, они будут быть обладатели для этихитарей электронной. Я хочу сказать, что сегодня и в рутиле это проблема. Не надеюсь, что вы хотите, что вы хотите, что вы можете, что-то не понимать, что вы думаете, что вы думаете что вы что-то вы получили это, что вы понимаете, если вы думаете что-то не дает, что вы можете сделать? Думаю, ты должен быть 300 человек, но еще и таксистов. Я тоже собираюсь с шофером, но не могу здесь, надо делать это. У меня есть системы, и я закончу. У нас уже не могу, но я не могу, не могу, я не могу. Субтитры делал DimaTorzok Вчера лазил одеялось вдоль лезь. Это когда было? Позор вчера. Я только не услышала ответ на свой вопрос. Вы мне не сказали, что у вас на данный момент происходит с мэрией. Чтобы я поняла, в чем загвоздка. Дирекция, которая не подала заявление, вас, которые не заставили эту дирекцию подать. В чем? Что на данный момент? Ни были презентаты calculы на тимп, на дирекции. И дирекция не приводит к проекту. Аша сказали, дирекция, не приводит администратори на тимп. Ни приводит calculы. Аккума, они приводят calculы, дирекция, она приводит к проекте на нас. И это в дискутии, в луна или в зале. И еще раз повторяйте эту дискутию. Поехали, нужно будет анализировать. Не приводит calculы, но надо видеть. Тот calculы не были скрисы на хрт. Аши, аши, кориспунт реалитетия. Сут специалисты, группу де лукру... Но не скажу, что и митинг-урли, не забывайте. Да, и митинг-урли, не забывайте. Проекты, дирекции, будут ли лабораторные? Мы думаем, да. И мы сперем, что на следующей серии будут будут в дискусии на консилии муниципал. Очень короче, я спрашиваю, что здесь, батисти. Ваше проекте, это будет ли проекте на дирекции? Су, и раз, мы рассмотрим к дирекции на дирекции, но не на нас. А здесь требуем, что это будет рассмотрим. В дастме. Друзья, послушайте, я обрешу. Думаю, что если... Не, не если, по-д -"Станинской Паст price", мы прочитаем 100% в бетро, лишь по-дументам и грн, по-дументам, что не будет быть иные, иные, премицы, или делать? Да. Но 혹시, стань-то, иные, не стань-то, иные иные. Думаю? Да, иные? Думаю, да, чтобы пройти через Сединство Пёско- Пёско-панцен. Да, да, пока... Я первый в смысле, потому что было бы ответить. Мы, в гости, не уверены только что это нужно. Если вы видите, что есть отношение между представители, между вас, какой был скопы этих конфлиенций? Мы рассчитали, все сказали, у нас рассчитывали не менее 5 лето, меньше нет, больше 6 лето, большинство маршрутов. Мы сходили из того, чтобы стоять перевозить там 5, там немного больше людей. И тогда будет 5-6 лето. И мы вот так вот, когда водители спрашивают, отвечаем, ну что, если опять вот, 3 комиссии было, правильно, Вячеслав Ильич? Мы долго и так, как и вам, но только по 2 часа, по 3, объясняли, что у нас такое тяжелое положение. Комиссия уже пришла как бы к выводу и уже как бы рекомендовала, мол, 4 лето, уже в прессе было, я не открываю для вас секрет. Но вопрос не был ключом к предыдущему заседанию муниципального совета. Оно происходит в четверг, последний четверг. А теперь следующий четверг, возможно, что оно состоится, это заседание муниципального совета. Вопрос, возможно, будет ключом, да? И мы вот, в связи с этим, тоже надеемся, что... Вопрос, если у нас было 5 лето, это 4 лето и не было так много, и так много урри против транспортных лето в Европе. Вопрос. 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 Если вы подождите Муниципалу, они могут подождать 10. В любом случае, Муниципалу не подождите, но они подождут 10. Они подождут 10, они должны подождать. Так говорит Святка Картика. Подождите и подождите. Дом Зермиак, подождите, по зиму... Дома Брева, я спросил... По зиму, по зиму, рута, у микробуза, да? Да. Какие путешествия транспорта у микробуза? До 250 до 350? Давайте зададим... Вот он как раз со 129 маршрута. И он скажет во сколько он в день перевозит где-то пассажиров. До 300 до 500 колоток. Все это, достаточно лет. До 250? 300 это человек, 250 есть, зависит от маршрута. Я вам привел пример. Я вам... Я вам... Смотрите, как отвечу. Можно усреднить, конечно. Но я вам привел пример, уже не буду повторяться, со 160 маршрутом, у которого загрузка в одном конце, загрузка в другом. И в течение всего маршрута у него выходят, заходят, сменяемость высокая. И другое дело... Вот я привожу пример. У нас 157 маршрут Флорены. 21,3 км в одну сторону. Утром жители Флорен набиваются. Едем битком в город, до гора Фериара. И обратно машина пустая. Как говорят водители, галяк. Едем ни одного пассажира за следующей порцией. Поэтому нельзя видеть один какой-то маршрут и на его основе делать выводы, что на всех так. Да. А вот это среднее? Да. Теперь, теперь... Не могу сказать, что не может defectить машину. Не могу сказать, что не может defectить машину. Да, дам Брек. В ответ. В медиуме, в Муниципе Чищёнэу, они транспортируют 250-300 лет, из-за того, в бак, как говорится, в зависимости от рута, где-то на 500 рублей в бак, плюс, да, в зависимости от рута. Например, рута 865, оформленная церковь, 23 километрии, из-за измаилов, пыля на аэропорт, 23 километрии транспорта, 1-2, по-друге, по-друге, 200-230 километрии. Шэ, номер деколаторий, вон спусит, 24-300, в медиуме, в вражь. Дешапти, Орго. Деферитит. Из-за измельцов до 20 километра, под 20 километра. По-друге, на лаунчах. Следующий рут. Слышали? А теперь я вам поясню. И у вас в книге, которую я вам раздал, описано, что во всем мире существует такая закономерность, что затраты на содержание автомобиля состоят из 9 основных статей. Самое главное, самое первое, это топливо. Все остальные 8 в сумме равны примерно топливу. Для старых машин старше 5 лет. То есть, если он 600 лей в день тратит на топливо, то еще 600 лей в день у него идут затраты на другое. Я коротко поясню, на что другое. Машину надо каждый день хранить где-то, ее надо мыть, ей надо через 10 тысяч проводить техническое обслуживание, менять масло, фильтры, ремни и другое, запасные части, надо покупать резину летнюю, зимнюю, надо платить налоги, ну, всего, я вот 9, 9. Так вот, ему 1200 в день надо, чтобы он выходил по нулям. Многие не понимают такую затрату, статью затрат, как амортизация. Вот он купил за 25, вот он мне сказал, 25 тысяч евро машину. Она примерно 5 лет имеет, да, где-то возраст такой имеет. Через 10 лет ее надо будет поменять. За 10 лет ему надо 25 тысяч евро положить обратно в карман, но не выйдет, она уже, другая машина будет стоить уже дороже. То получается, что он каждый год 2500 евро должен откладывать, он должен каждый месяц примерно 230 евро откладывать. В день-то мы посчитали примерно 200 лей надо откладывать только на то, чтобы через время купить новую машину, чтобы не прервался процесс производства. Это называется амортизация, и мы сейчас работаем без накопления вот этой амортизации. Мы добьем машины, и вы будете ездить на автобусах по 7 лет и ждать по 30 минут и дышать вот этим справедом. А если автобусы поедут по Банулевску Бадони, по Армянской, по Александрии, и вот эти сараи, если он сломается, то на полдня там гарантированная пробка. Не зря эти автобусы работают сегодня больше на Криково, если вы знаете, Чарезку и так далее. А вот здесь в книжечке вы увидите расписание автобусов на Александрии. Там интервал на 48-й автобус 250 минут. Это вам, мы затронем культуру обслуживания еще. И вы пришли, и не знаете, минуту назад ушел автобус, сколько вам, 249 минут ждать? Или сколько? Ну это мы к тому немножко критикуем автобусы, для тех, кто говорит, автобусы это очень хорошо. А кто помнит, как ездили раньше на автобусах, то был такой случай, когда и Карус, значит, с тремя дверями, битком, и один пассажир завис на подножке, дверь не закрывается, шофер не может ехать. Он просил, просил его микрофон, закрой, он не уходит, шофер разожрился, выскочил из дверя, разбежался, как толкнул этого пассажира на подножке. Пассажир упал, и он упал за дверь. А дверь гармошка закрылась. А когда битком, ее не откроешь. И люди стояли там больше часу и ждали, ну где же этот шофер, и как же мы поедем. И локти торчали, и битком ездили, и когда автобус ломался, следующий набивался еще больше. И по вечерам, когда шоферу надо было футбол посмотреть, я тогда работал, я уже в 1973 году на транспорте работаю, уже больше 40 лет, и хорошо знали это. Он, шофер, умышленно ломал механизм двери, ставил автобус в парк под забор, и шел смотреть футбол. А его рейс ждали на маршруте. А следующий автобус ехал битком и добивался еще больше. А разве видели такое на маршрут? У нас, дом середины, у нас небольшой экземпляр, тысяча экземпляров. И сколько там ехал с ним? А? Сколько кэдкоф? Ну, мы не знаем, мы вам дарим, возможно, ей 50 будет. Если надо, мы... Нет, сколько стоит, вы стоите в книгу? Около 30 с чем-то лей стоит. Себестоимость. И в чем можно их найти? Для чего вы их издали? Мы будем распространять их по киоскам, может быть, по конечным остановкам. И надеемся, что будут отзывы и в интернете по этим, и будут нам задавать вопросы. Там книга что содержит? Вот вы смотрите, значит, там первое, сколько маршрутов, троллейбусных, автобусных, в какой процент перевозят маршрутки? Сразу говорю, процент более 50 маршрутки перевозят. Потом там идут, как мы ездили в 1917 году, коротко, фотографии. Потом идут, как возят в Индии, на крышах и едут в прыжке на автобусе, цепляются. И потом в других странах, как ездят, в том числе и в Китае, и в Англии на комфортных двухэтажных автобусах, но стоят, я уже сказал, 50 лей. Вот, как ездят и в США, и в Белоруссии, и в Грузии, и в Одессе там тоже вот дороже, чем у нас, хотя топливо дешевле. Это для сравнения. И там же следующее дано, сколько стоит проезд в какой стране, сколько стоит 1 литр дизельного топлива, и какая там заработная плата у них в стране. Хотя мы там тоже ссылаемся, что от зарплаты себестоимость провоза не зависит, а зависит от цены на топливо и других статей. Вот это там все описано. А потом мы пишем, куда мы платим налоги, 20 названий налогов, вы их все увидите, они там перечислены. Я вам уже вначале сказал, что они все у нас бухгалтери, кто не верит, придите, мы покажем платежку. И ваша цель? И наша цель разъяснить населению, разъяснить пассажирам настоящую правду, настоящую ситуацию с тарифами. А муниципальному совету будет легче после этого принять непопулярные, нежелательные для них решения о повышении тарифа, потому что если же какая-то фракция муниципального совета повысит тариф, так за нее же не проголосуют. А мы задаем вопрос, а эти люди разберутся, что автобусы мне возят дороже. Думаю, что автобусы мне возят дороже? В том, что автобусы мне возят дороже. или нечего ответить, что по культуре обслуживания да, культура плохая действительно много нахальных маршрутов, и позволяет себе на тебе треле выходи, и гоняют и так далее, но вы в книжке увидите, что может быть на всех предприятиях не так, но у нас есть инструкция по культуре обслуживания, где написано, что клиент всегда прав, что нельзя отвечать грубостью на грубость он расписывается в этой инструкции что не каждый может быть водителем маршрутки должен иметь улыбаться и говорить извините, и есть для новичков даже билет по культуре обслуживания там, например, такие вопросы есть, например, что делать если тебе утром нагрубила женщина нагрубить ей еще круче ответ, дать ей треле высадить, провести несколько остановок и высадить без трех лей посоветовать ей чаще на себя смотреть в зеркало, извиниться за причиненное неудобство, и пожелать ей счастливого дня, или для чего нужны маршрутки к Кишиневу, для того, чтобы примария имела с них налоги для того, чтобы ГАИ имела с них штрафы для того, чтобы дирекция имела работу для того, чтобы шофер курил, слушал музыку и набивал карманы и для того, чтобы безопасно и культурно перевозить пассажиров там в книжечке вы увидите что не все шоферы такие уж некультурные и такие плохие сейчас мы дадим слово водителям там есть шоферской фортлер и не каждый даже из вас, из нас придумает такие фразы, что поездка в маршрутке бесплатный массаж его тела умный не хлопает жуйте ваши семечки вместе с шелухой и так далее и так далее почитайте о культуре в службе там я много писал и есть предложения я думаю, что у нас просто времени на это не хватит и в конце какими глазами же все-таки шофера видят ученых через микроскоп снизу из Примрии и пассажиров и там описаны много случаев когда шоферов ни за что избивали когда не отдавали деньги когда не находили дорогие мобильники и возвращали и там написано, что на каждом маршруте я вас уверяю на каждом маршруте есть водители с высшим образованием у которых есть семьи они были вашими одноклассниками у них такой же а от некоторых пассажиров выше уровень культуры но поставленные в такие условия они становятся такими я там написал как один турок фамилия Тила приехал в Молдавию женился на Молдаванке и стал работать на 129 маршруте он очень культурный был только по остановкам на красный свет боже упаси отвечал только вежливо не резинил не гонял и не мог зарабатывать и стал такими же как все я хочу дать слово водителю 120 почему мы так называем? да вот почему мы назвали так книгу потому что еще раз вернусь к тому что я вначале говорил что ученый рассматривает через микроскоп микроб чтобы разобраться что он собой представляет и так далее но он должен помнить что микроб с ним тоже его рассматривает и поскольку благодаря в том числе и прессе наших водителей микроавтобусов низвели до уровня микроба заходит пассажир ты мне вот там останови хлопает дверью я тебе дал трилле я имею право как хочу и бывает что и соря берут занавески и краску разливают и много чего делают и мы как бы у нас как бы слова до сих пор не было это первая такая пресс конференция где мы пытаемся показать что водители тоже люди они тоже как бы с нашим уровнем культуры и вот это и есть глазами микроба и о тарифах мы много говорили говорили это их глазами почему автобусом дотация а нам налоги вот и вот как они видят еще и примарию там в последнем есть разделе глазами микроба что многие из вас смотрели фильм в собачье сердце и вот вы помните там профессор который делал операции на сердце но у него было много комнат и вот приходит к кожаной тужурке с выпученным глазами и пистолетом швондер и говорит у вас тут слишком много квартир вы должны поделиться и тот швондер не задавал вопрос если забрать квартиры кто же будет лечить больных у нас в муниципальном совете кстати тоже есть такой один экземпляр ученый который говорит он маршрутчик подлец каждый день мешок денег приносит а вот кто будет привозить пассажиров если убрать маршрутки он себе такой вопрос не задает поэтому нам это обидно нам особенно обидно тем водителям которые культурные вот я хочу представить водитель ЦОПа да Сергей он получил в прошлом году грамоту министра транспорта за высокую культуру обслуживания и расскажите что как с вами пассажиры или что у вас было вот на маршруте что вы представили немножко я наблюдал У меня не было решения. И они убежали и уничтожали. Они уничтожали, и я не смогу увидеть себя хорошо в роте. Я не мог бы увидеть себя в роте, но мы не знаем себя хорошо в роте. Они уничтожали, и не видели. Какой один пасажир уничтожил? Ни одна человек, или кто-то в роте, увидел, что у женщины в роте, нет, никто не сказал, что они сказали что-то. Нет, есть и другие случаи. Причем, в историю, вы знаете, что в 1996, когда уничтожили шоферы, в роте, уничтожили. Уничтожили два случаи. Уничтожили три раза. На 175, когда уничтожили шоферы, уничтожили по-другому, уничтожили, 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 а в результате, уничтожили, после того, что уничтожили. Но, в моменте, в секрете, мы все разговарим, для всех, для всех, для всех. Есть у нас еще один водитель, он кстати человек, представлен в 2001 году, закончил экономическую академию, имеет высшее образование, имеет семью, работает за рулем, а его так же, как и все, говорят, они все там. Пожалуйста, 129 маршрут. Продолжение следует... В компании, как шофер. В 2013 и в октябре я требую обеспечить церковь, потому что я не имею шофер. Я не имею шофер на микробус, и я не имею шофер на микробус. И я имею кредит, который у меня в доме, когда я купил микробус, я дам 23.000 евро. Я думаю, что я купил микробус. Командария, требую с помощью микробуса, я не думаю, что это не имеет значения, что это не имеет значения, и я могу работать с самим, в описании. Кредит, по мне, а не в 2015, я скажу вам прямо так, что я хочу, то я хочу, У меня не было. Я не знаю, что они умирают, что они не умирают. Я не вижу это, что я не вижу это. В первую очередь, я не журю. Я, как раз, не журю, не служу, я являюсь, я живой, я всегда буду, чтобы я поделюсь с пасажерами, везде, я журю, и не всегда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok